Добрый день! С вами Ирина Багняк и канал Исадьба Багира. Сегодня мы будем работать вот с этим нашим бенгальским фикусом. Вот он, место обрезки, которое мы делали в прошлый раз. Вот побег наш хороший. Вот новый воздушный корень. И вот он что вырастил. Вот, это тоже воздушный корень. Даже отломился, кстати. Вот, значит, вот он так очень-очень любит. Значит, я его уже предварительно достала из горшка, потому что он имеет вот такое вот сужение сюда. Это не так легко достать. Значит, мы его будем пересаживать. Вот этот воздушный корень прекрасно ему помогал в комнате с увлажнителем. Вот он радовался, рос совсем недавно. Вот, мы его будем пересаживать. Пересадим в горшочек, который не будет иметь этих вот, этих таких штучек. Вот, поработаем с этим корнем. И немножечко его сократим, обрежем. Но позже. Так, значит, сейчас мы его... Вот так вот, достаем. Это просто убираем сюда. Пока что этот, не трогая, пусть будет. Очищаем, что тут. Можно я его просто достала, чтобы было не тратить на это время, потому что с углублением, с таким неровным горшком не так легко его добыть. Корней наросло у нас много за все это время. Прям хорошо, хорошо. Пора его пересадить. То есть, зачем мы его сейчас пересаживаем? Ну, во-первых, ему тесно. С этим корнем надо что-то делать. Надо с ними поработать. Во-вторых, сейчас у нас весна. И нам надо... Он пойдет в рост. Не так быстро он растет. Ну, вернее, он растет. Когда начинает расти, он растет быстро. Но он очень долго-долго делает себе паузы. Вот, поэтому сейчас пересадка пойдет на пользу, потому что он будет лучше расти. Ну и заодно мы посмотрим, что у нас тут с корнями. Возможно, что-то сократим. Он много вырастил от этих толстых своих. Возможно, мы их сократим. Сейчас посмотрим. Значит, очищаем все, что можно. На тот, пока боковой не обращаем внимания. Вот из этих смотрим. Вот он толстый. Завивается уже сюда. И вот он вырастил. Вот такие длинные. И на хвостике немного. Убираем. Вот. Вот это убрали. Рядом с ним соседи гораздо короче. С такими же хвостиками. Они остаются. Так. Они остаются. Что-то тут сломалось, пока я вчера... Пока я его доставала заранее. Вот. Это остается. Что-то сломанное убирается. Так. Дальше смотрим. Так. И это мелкое. Это все мелкое остается. Вот опять у нас вот такой корень. Вот это вот мелкое оставляем. И вот это. Вот это убираем. То есть вот убрали. Толстенькое, стремящееся стать еще толще. Так. Идем внутрь. Самое-самое сложное. Вот этот почему-то решил тут подсохнуть. Сейчас мы посмотрим. Не, он жив. Но у него ничего нет на конце. Мы его убираем. Соседа его такого же тоже. Сейчас, секунду. Вот аж сильно. Сейчас я это все покажу. Значит, вот. Вот место среза. Срезали мы вот такой вот. И те два перед этим сейчас были там пустые. Вот эти вот. Это его же. Какой-то он там хрупкий, странный. Он уйдет. Дальше. Вот здесь. Вот он толстый-толстый. Вот мы у него тоже выискиваем. Вот это самое-самое толстое. Убираем. Вот оно. С небольшим хвостом. А эти все мелкие оставляем. Эта мелкая остается. Остается. Ну все. Все. Вот тут немножечко сократим. Все. И теперь вот этот. Я его частично посажу. У него есть, значит, три ответвления. Было еще четвертое, но оно вот такое сухое. Вот эти три ответвления. Так, так, так. Так, так. Не важно, как они там выглядят. Значит, что мы сделаем? Вот. Если получится, я его посажу. А какой смысл его сажать? Никакого смысла его сажать, потому что у него вот тут ничего нет. И все, все там вот внизу. Еще так вот изогнут. Это именно воздушный корень он так вырастил. Потому что вот эта часть была над поверхностью земли. И была хорошая влажность. Он вырастил. Так что уберем. Но если бы у нас раньше, например, я это делала, и вот эти были бы поменьше, то их можно было раз и при пересадке посадить в землю. Но это была зима и было совсем не к чему это. То есть вот они росли вот такие хорошие, хорошие. То есть вот я его достала, поэтому он уже умудрился подсохнуть, да. Потому что ему бы вообще-то везде попить. И здесь в том числе. Вот это вот хорошие корни. Они прямо ему помогали. Так. Значит, это мы все убираем. И сейчас мы его, не падай. Сейчас мы его посадим. Вот так. Так. Кружочек наш. Значит, вот такой горшочек будет. Он практически такой же по объему. Чуть-чуть больше по объему. Просто потому, что он ровный. Абсолютно ровненький везде. В нем не будет... От этого изгиба будет проще доставать. Особенно вот таких, которые любят всякие там корни в сторону очень много пускать. Керамзит я насыпала. Это также без отверстия. Но если вы умеете поливать, то спокойно можно. Примеряем. Вот он тут будет расти. Замечательно. И сейчас мы сделаем грунт. Значит, что у нас в грунт? Грунт у нас органический для зеленолиственных комнатных растений. На основе торфа, как всегда. Добавляем много кокосового брикета. Чтоб он был у нас рыхлым, хорошим. Видели, как легко осыпался весь грунт? Потому что он хороший, подходящий. Побольше его насыпем. Это залог того, чтобы корни у нас хорошие ветвились. И он их много, мелких, хороших. Того, что потом будет проще доставать и проще работать. С ним не сильно у нас все высыпется. Сейчас чуть-чуть я неправильно сделала. Так вот высыпем сюда все. И чтоб мне было проще перемешивать, а просто отсюда запас такой уберу сюда. У нас хватило. Так, много-много перлита. Прям много. Насыпем. Он мелкий. Это будет мелкая фракция у нас. Так, прям весь его высыпем. Примерно вот так получается. И пемзу. Можно пемзу, можно циолит, можно диатомит. Можно мелкую лаву. У нас лава довольно крупная. А горшок тяжелый. Лава тяжелая, крупная. Поэтому я ее стараюсь не вовсе насыпать. Вот поэтому. А вот пемза. Она такая хорошая. Циолит тоже в данном случае не хотелось, потому что он тоже более тяжелый. Этот горшок прям очень тяжелый. Тяжелее предыдущего. Как-то все по-разному делают. Специально смешиваю, вам показываю. Ай! Рассыпаю. Чтобы вы видели, что прям много-много-много вот этих вот инертных составляющих. Прям 50 на 50 где-то, не меньше. То есть 50 органики, 50 вот это. Вот это вот. Чуть еще. Все. Сейчас мы это вмешаем. Вот так. Замечательно. Если не хватит, немножечко у нас там есть кокос с грунтом для декоративно-лиственных. Так, все. Значит, керамзит там есть. Вон он есть. Фикус наш тут. Керамзита где-то вот так на 3 сантиметра. Вот так. И засыпаем. В общем, керамзит не является обязательным прям, но если уж нет совсем отверстий, то можно. Умеряем. Так. Если получается ваше, любое ваше растение, чуть-чуть корни в сторону вот так при посадке сделать, посадить его так вот на горку, то хорошо. Если не получается, ну, значит, не получается. Меняя вот из-за этого корня получается, я тут сделаю ему ямку. Все остальные вот так. Вот так, вот так усаживаются. Постепенно их раздвигаем и засыпаем сверху. Так. Вот он уже, собственно, стоит. Так. По краю прям просыпаем, его вот так потрясем. тот срез ничем обрабатывать не будем. Я его только поаккуратнее сейчас срежу. Как-то он криво срезался. Он у нас наверху. Обрабатывать его не обязательно. и так просыпаем. Берем палочку. Значит, по краям или пальцами, у меня просто очень близко там корни, вот так вот прямо сильно проходим, но прямо по краю, вот так, чтобы корни отделить от горшка. Чтобы туда прошло между корнем и горшком прошел грунт. А уже здесь аккуратненько палочка обязательно в середину. У нас в середине обязательно получается пустота. И нам надо его слегка так потряхивая туда загнать грунт. Видно, как он на глазах туда уходит, уходит, уходит. У нас его становится мало. Хотя казалось, что уже все засыпано. а там вон сколько пустот. Он весь туда уходит. По краям более плотненько. Тем самым мы тут уплотняем и он ему ждеваться некуда. Он уходит туда в пустоты, которые у нас сбоку. Ой, сбоку внутри. Так. Угу. Осталось не забыть ему верхушку обрезать. Я не стала сразу обрезать, потому что он бы капал просто. Сейчас было бы неудобно с ним работать. Обычно обрезаю и пересаживаю. Но в данном случае он будет сильно капать. Срез там один небольшой мы его сделаем после посадки. по сути все. Тут есть вот еще парочка вот этих вот они тоже воздушные. Вот этот уберем. Вот этот может остаться следующий небольшой. просто малюсенький смысла в нем нет. Корневую шейку не заглубляем, то есть сажаем не глубже, чем он был. Приподнять выше можно, если вам по корням хочется. Да, и я забыла сказать одну важную вещь. Значит, смотрите вот по поводу посадки. у нас тут срез был очень сильный. Вырос один побег сюда в сторону и я его хотела вот так чуть-чуть посадить под наклоном. Совершенно забыла, но пока он еще как раз у нас процесс. То есть мы его сажаем немножечко под наклоном. В данном случае по корням внизу мы это можем позволить себе. У нас вот этот корень так хорошо идет. Мы его немножко небольшой наклон делаем и у нас тут уже получается просто изгиб у ствола, а не просто вот так вот некрасивое коленце. Вот. Так что чуть-чуть вносим корректировку в его посадку. Хотите, можно его сильнее завалить. Хотите так вот уронить в сторону. Смотрите как хотите. Не обязательно. Если тут или нравится такой изгиб, или он так хорошо вырос, более вертикальный. Не обязательный факт, но в данном случае сделаем вот так. Сейчас кажется, что он как будто бы его уронили и неправильно посадили. Сейчас все эти прошу прощения. Сейчас корни там схватятся, веточки пойдут расти. Будет хорошо. Тут какой-то пытается все время вылетести. Мы его уберем. Так. смотрим смотрим устраивает ли нас все это. Еще немножечко подсыпаем сверху, так как при поливе она еще осядет. Вот. Не будет она так закрывать эти корни. Немножко осядет, но я пока оставлю так. Так. И теперь идем значит к нашему вот этому изгибу. Что нам надо? Нам нужно, чтобы у него вот он был сюда ствол, теперь он сюда пошел изгиб, и нам надо, чтобы он вернулся сюда обратно, потому что иначе если вот он пойдет дальше, вот наш побег, пойдет дальше, будет не очень хорошо, длинный высокий. Нам его надо ветвить. Мы его сейчас срежем вот здесь. Да, когда мы срезаем одно-два междоузлия, то есть два листа и одна точечка роста, у нас ничего вот здесь скорее всего не пробудится от этой обрезки. Он может пробудиться просто так, потому что весна, у нас не так много тут в принципе ствола может пробудиться, но не от того, что мы тут срезали. От того, что мы тут срезали, у нас пойдет замещающий побег, но он пойдет чуть-чуть вот так. Даже если он пойдет вот так ровно, он будет уже меньшее конусность будет, ну вернее лучшее конусность будет и не в эту сторону. Поэтому мы тут еще секунду, мы тут аккуратно срезаем. Так. вот так вот у нас будет. Промакнуть мне его салфеточка есть. Так, тут немножко потечет. Что у нас еще тут? У нас тут есть еще вот этот корешок воздушный. Но так высоко мне его не хочется, поэтому уберю. Я просто его заранее не убирала, показать вам, что они могут откуда угодно расти. Когда будут воздушные корни где-то вот тут пониже, например вот здесь было бы хорошо и пойдет вниз сюда, то будет неплохо. Я скорее всего оставлю, потому что этому виду фикуса это прям характерно и хочется увидеть его вот именно как он может расти сам. вот вот так еще чуть-чуть мы его чуть-чуть уроним сюда, поэтому хочется получить у него воздушные корни, но там где они как-то более естественно будут. Здесь он просто во-первых сейчас у него шансов немного тут вырасти, уже не так влажно, уже выключаем увлажнитель, уже он пойдет на окошко, а не под лампу. вот и как бы не очень хорошо, и здесь который был тоже куда-то там уходил, тоже не очень хорошо, поэтому вот такие у него изменения, значит, мы его посадили под наклоном, свои тоже, если не видите как его обрезать, просто возьмите понаклоняйте горшочек, посмотрите варианты, как можно сделать, что можно сделать, иногда это получается очень неплохо. Значит, вот эти вот два листа выглядят ужасно, и они очень старые, скоро раньше, наверное, чем какие-то внизу, но не страшно, у них у одного в основании уже побег есть, у этого возможно тоже будет, пока что их не трогаем, пока растут, растут, вот, потом они сами опадут, этот тоже скоро опадет, остальные более-менее хорошенькие, все, сейчас после всех этих переживаний его, потому что он постоял какое-то время, вот так вот я его заранее вынула, вот, и он был уже не в грунте, в сухом грунте, так вот, вот, мы его польем, хорошо опрыскать, сверху, снизу листика, ствол хорошо, потом хорошо полить, и можно оставить его на, наверное, даже день, или, может быть, ночь в ванной, периодически опрыскивая, после того, что он постоял немножко с полуоткрытыми корнями, ему это будет хорошо и поможет восстановиться, прийти в себя, так что, вот, так вот он, не самый простой вариант фикуса формировки, в силу вот его долгого думания, когда он думает расти, не расти, зависание, других каких-то не очень этих хорошо растет, плохо, что-то отсушивает, не самый простой, но один из самых интересных, на мой взгляд, именно вот потому, что он воздушные корни хорошо растет, листья у него такие вот замечательные, так что очень-очень интересно с ним поработать. Вот. Все. Подписывайтесь на канал, увидите продолжение. Удачи! Продолжение следует...